Друзья, всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет подробное сравнение Poco F3 и Redmi Note 10 Pro. Ссылки на эти обзоры будут в описании. Дата выхода этих смартфонов – март 2021 года. Продаются они в цветах Poco всегда будет с левой стороны и Redmi всегда будет с правой. Продаются в цветах белый, черный и синий немножко изменен, крупная надпись Poco на спинке. И Redmi продается в цветах серый, голубой и бронзовых. В версиях 6128, 8256 и Redmi 664, 6128 и 8128. Цена в августе 2021 года в Беларуси на эти смартфоны Poco в версии 8256 стоит 1399 белорусских рублей. И в версии 6128 Redmi стоит 979 белорусских рублей. Смотрим, что в комплекте. В комплекте у нас зарядные устройства, абсолютно одинаковые. Это зарядки на 33 Вт. Также в комплект можно отнести силиконовые чехлы. Абсолютно одинаковые, бочные, прозрачные. Немножко потенели, но на первое время будет отлично. В Poco есть еще переходник на 3,5 джек. И на двух смартфонах с завода на дисплее была наклеена защитная пленка. Внешний вид этих смартфонов. Если мы посмотрим на них со спинки, то увидим блок камер в целом похож, но более закруглен он на Poco. Спинки здесь из стекла. Дисплей от царапин защищает Gorilla Glass 5 поколения. Здесь мы видим надпись 5G. Poco поддерживает 5G. Redmi Note 10 Pro максимально поддерживает 4G. Также здесь на блоке камер мы видим дополнительный микрофон у Poco. Всего у Poco 3 микрофона. 1, 2, 3. У Redmi это 2 микрофона. 1 и вверху находится дополнительный. Также сверху мы видим инфракрасный порт для управления бытовой техникой. Здесь в двух смартфонах дополнительный вывод звука. 3,5 джек есть в Redmi Note 10 Pro. В Poco 3,5 разъема для наушников здесь нет. Что касается слота для сим-карт, то в Poco слот на 2 сим-карты вы можете поставить только 2 сим-карты. А вот в Redmi здесь слот 2 плюс 1. То есть вы можете поставить 2 сим-карты и плюс карту памяти. Если мы посмотрим на смартфоны с лица, особенно будет видно на белом фоне, по рамкам плюс-минус одинаковые, не знаю, большой разницы не вижу. Мне кажется, на мой взгляд, рамки здесь абсолютно одинаковые. Фронталки находятся по центру. Смартфоны защищены от пыли и от брызг по стандарту IP53. Вес смартфонов 196 и 193 грамма. По размерам они, опять же, плюс-минус одинаковые. В руке лежат тоже одинаково. Переходим к дисплеям. Дисплей здесь AMOLED абсолютно одинаковый. С диагональю 6,67. Количество точек на дюйм 395 в двух смартфонах. Если мы зайдем в настройки экрана, то здесь мы увидим, что в двух смартфонах частота обновления 120 Гц. Разрешение Full HD Plus в двух этих смартфонах. Более плавные движения при включенных 120 Гц. Так как это AMOLED дисплей, черные пиксели здесь не подсвечиваются, поэтому переход в темный режим поможет вам дольше сохранить заряд аккумулятора. И небольшой недочет модели Poco, в частности дисплея на темном фоне. Если вы будете включать камеру в каком-то темном помещении, либо просматривать фильмы в темном помещении, темные сцены будут вам видны с небольшими засветами. Вот вам для примера, для сравнения. Дисплей Poco, дисплей Mi 11 Lite и Redmi Note 10 Pro. Так вот, третий дисплей должен выглядеть как в Note 10 Pro. Абсолютно черными, но в Mi 11 Lite засветы более ярко выражены. В Poco F3 здесь засветы тоже есть. Так как это AMOLED дисплей, здесь есть ШИМ и функции DC Dimming здесь нет. Раньше даже бюджетники у компании Xiaomi поддерживали эту функцию, сейчас этой функции нет. В Mi 11 она есть, здесь также в Mi 11 Lite этой функции нет. Зайдем в активный экран и блокировка. Здесь мы увидим, что опять же программно в Note 10 Pro урезали постоянное использование активного экрана. Здесь только 10 секунд после касания. В Poco вы можете выбрать всегда, либо по расписанию, либо 10 секунд, чтобы отображались даты, время, пропущенные события. В двух смартфонах есть модули NFC и Bluetooth здесь 5 и 1. Переходим к разблокировке. Что касается разблокировки по лицу, очень быстро в двух смартфонах. В Poco чуть-чуть быстрее, возможно на доле секунды. Добавлять можно два лица, то есть можно добавить два разных человека. И смотрим, как работает сканер отпечатка пальца, который встроен в боковую клавишу. В настройках вы можете выбрать, это будет касание, либо это будет нажатие. Добавлять можно пять отпечатков. Итак, смотрим. Раз, два, три. Очень-очень быстро в двух смартфонах, но плюс за разблокировку уходит в сторону Poco, так как в Note 10 Pro смартфон разблокируется, когда нужно, когда не нужно. Чаще я его просто боком кладу, опускаю в сумочку, он меня узнает, разблокируется, и чаще смартфон остается разблокирован, работа не совсем корректная разблокировки. Поэтому плюс уходит в сторону Poco. Переходим к звуку. Звук здесь стерео в двух смартфонах. Слушать мы не будем, звучат смартфоны достаточно громко, объемно и приятно. Здесь три вывода звука в двух этих смартфонах. По громкости, по качеству звучания абсолютно одинаковые. Что касается датчика приближения, по некоторым источникам здесь его нет, по некоторым источникам здесь он ультразвуковой, работа мне не понравилась ни там, ни там, но реже промахи дает Poco F3. Да, смартфон загорается во время разговора, но не так часто, как Note 10 Pro. Note 10 Pro чаще загорается, чем он гаснет. Пытаюсь заблокировать кнопкой включения-выключения, в которой встроен сканер отпечатка пальца, блокирую. Тут же смартфон сам по себе разблокируется, и поговорить по телефону, не нажав щекой какую-нибудь кнопку, просто невозможно. В двух смартфонах есть запись разговора, но запись разговора озвучивается, что она здесь началась, что она здесь окончилась, и об этом слышит ваш собеседник. Переходим к фронтальной камере. Кстати, если смартфон лежит без чехла просто на столе, то больше качается Note 10 Pro, потому что здесь больше камера выпирает. Итак, камера здесь 20 Мп светосила 2.45, здесь у нас 16 Мп светосила 2.45. Если мы включим режим украшения, то в Note 10 Pro мы можем изменить гладкость, подтяжка, большие глаза, а вот в Poco гладкость, подтяжка, большие глаза, нос, подбородок, губы, линия роста волос, и также добавить макияж здесь возможностей больше. Запись видео в разрешении Full HD 30 кадров, запись видео плавная, со стабилизацией, плюс-минус одинаково по качеству съемки днем, абсолютно все то же самое. Если мы снимаем Full HD 60 на Poco, то здесь уже без стабилизации, видео трясется, но Note 10 Pro даже так не умеет. Если это запись видео в разрешении Full HD 30 кадров вечером, то видео светлей на Poco. Что касается засветов, засветы есть на обе эти камеры, но больше засветов все-таки на Note 10 Pro, как на фото, так и на видео. Если это съемка вечером, то лучше себя проявляет Note 10 Pro, несмотря на то, что здесь больше шума, но здесь также немножко лучше детализация. Вот еще один пример, я думаю, что вы и сами видите. Что касается фронталки, здесь без лидеров. Poco умеет снимать видео в разрешении Full HD 60 кадров, что не умеет делать Note 10 Pro, но зато Note 10 Pro в темное время суток делает фотографии более качественные. Переходим к основным камерам 48 Мп, обратите внимание, насколько сильнее пачкается смартфон в темных цветах, особенно в темных глянцевых цветах, но здесь Pro выглядит более аккуратно. Итак, основные модули 48 Мп, светосила 1.79, здесь 108 Мп, светосила 1.9. Широкий угол у нас 8 Мп, светосила 2.2 в двух смартфонах, угол съемки 119, здесь 118 градусов, макро абсолютно одинаковый, 5 Мп, светосила 2.4. И в Note 10 Pro есть еще 2 Мп, это датчик глубины, светосила 2.4. Что касается зума, максимальное зуммирование 10-кратное в двух смартфонах, одинаково некрасивые получаются фотографии с плохим качеством. Режимы 48 Мп и 108 Мп включаются отдельно. Если мы снимаем днем в разрешениях 48 и 108 Мп, то здесь мы можем увидеть, что по качеству съемки лучше отрабатывает Note 10 Pro, лучше детализация, лучше видимость, сравнить даже номер маршрутки, который полностью размазан на 48 Мп в Poco и он же виден в Note 10 Pro. По качеству съемки днем разница ощутима, разница заметна, Note 10 Pro снимает лучше. Если мы снимаем вечером в разрешении 48 и 108 Мп, то здесь уже разницу мы не увидим. Абсолютно одинаково не очень хорошие кадры получаются. Так что вечером разницы нет. Во время съемки днем в авторежиме фотографии получаются плюс-минус одинаково. Если мы снимаем какую-то зелень, то чаще, сочнее она получается на Note 10 Pro. Иногда кадры лучше на Poco F3. По съемке днем в авторежиме плюс-минус одинаково. Давайте посмотрим съемку видео. Во время записи видео Full HD 30 кадров днем, видео получаются плавные. На широкий угол мы можем снимать только в разрешении Full HD 30 кадров, и широкий угол нужно выбирать до начала записи видео. Если мы снимаем в разрешении Full HD 60 кадров, здесь мы можем заметить, что стабилизации нет на оба эти смартфона, и в Poco есть какие-то проблемы с автофокусом. Днем света достаточно, но очень плохо работает фокусировка в Poco. Вечером работает она также плохо. Посмотрите, как он медленно фокусируется. Особенно это заметно при записи видео в разрешении Full HD 60 кадров. Съемка в разрешении 4K 30 кадров плавная на Poco, и вся трясется в Redmi. Запись видео вечером это Full HD 30 кадров. Full HD 30 кадров на широкий угол, светлее на Poco. Хуже видимость на Redmi Note 10 Pro. Если мы записываем Full HD 60, то гораздо светлее, при том, что улица достаточно освещенная на Poco. Во время фото в авторежиме фотографии получаются светлее на Poco, и также в режиме ночь гораздо светлее на Poco, и также в режиме ночь фотографии в Poco делают быстрее благодаря процессору. Подводя итог по камере, здесь также без плюсов, например, Full HD 60 кадров, здесь лучше фокусировка, здесь она хуже, но зато здесь видео светлее. 4K 30, здесь плавная, здесь трясется. Redmi днем снимает лучше в разрешении 108 мегапикселей, вот в режиме ночь лидирует Poco, поэтому здесь опять же без лидеров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Переходим к процессору. Процессоры здесь Snapdragon 870 и Snapdragon 732G. Изготовлены по 7 нанометровому техпроцессу и 8 нанометровому техпроцессу. Такие результаты нам выдает тест Antutu 671 тысяча и 351 тысяча баллов, но это абсолютно не значит, что Poco работает в два раза быстрее. Нет, разница в скорости работы ощутимо быстрее в Poco и также лучше себя проявляет во время игр на высоких настройках. Но больше всего меня беспокоит в этих смартфонах это лаги. Лагов очень много в Redmi Note 10 Pro. Смартфон лагает каждый день до пяти раз, стабильно, иногда непонятно, что происходит с автояркостью. Случалось у меня такое несколько раз. Иногда смартфон подвисает, у меня полностью пропадает меню. Poco тоже лагает, но Poco делает это реже, и лаги у него не такие существенные. Как-то он у меня зависал несколько раз. В обычном текстовом переводчике в Google смартфон завис. Когда пришло уведомление, телефон меня выбросил из YouTube. Но вообще по лагам, по быстродействию плюс уходит в сторону Poco. И что касается памяти, здесь LPDDR5, здесь LPDDR4X. И память гораздо быстрее в Poco. Здесь она UFS 3.1, здесь UFS 2.2. Переходим к батареям. Батарея здесь 4,520, здесь 5,020, от 15 до 100, от комплектной 33-х ваттные смартфоны заряжаются за 54 минуты и 1 час 5 минут. При просмотре видео в YouTube на максимальной яркости в качестве 1080 через Wi-Fi, при 60 Гц смартфоны разряжаются со 100 до 98 и Redmi со 100 до 95%. При 120 Гц, Poco все так же со 100 до 98 и Redmi со 100 до 95%. При средней активности смартфонов хватает на 1,5-2 дня, хватает Redmi Note 10 Pro. Poco F3 хватает на 2 дня, практически на 2 суток. Что касается высокой активности, Redmi Note 10 Pro вытягивает практически сутки, а Poco сутки, либо до позднего вечера, в зависимости от сценария вашего использования. По батарее мне здесь сложно делать какой-то вывод, разница на бумаге в целых 500 мАч, но ощутимая разница буквально в 100 мАч, наверное, чуть-чуть лучше вывозит Note 10 Pro. Хотя, возможно, батареи здесь абсолютно одинаковые, потому что сценарии моего использования могли отличаться друг от друга во время использования этих смартфонов. В любом случае, плюс я отдаю за Note 10 Pro, но разница ощутимая не в 500 мАч, а буквально в 100 мАч, но совсем на немножко лучше здесь батарея. Подводим итоги. Перечислять буду плюсы. Если один смартфон сильнее, значит, второй в этом уступает. Итак, сильные стороны Poco F3. Здесь у нас 3 микрофона, а не 2. Здесь есть 5G. Здесь у нас 4G. Полноценный активный экран. Здесь у нас экран без засвета. Разблокировка по лицу и по сканеру более корректная в Poco. Также здесь лучше работает датчик приближения. Здесь лучше процессор. Здесь меньше лагов. И здесь более быстрая память. Что касается сильных сторон Redmi Note 10 Pro, это слот на 2 сим-карты плюс карту памяти. Есть 3,5 Jack. Для многих это будет весомым плюсом. Здесь ниже цена и здесь немножко лучше батарея. Подводя итог, я бы однозначно немножко доплатила и купила Poco себе при выборе этих двух моделей. Note 10 Pro хороший смартфон, но делает невозможным его использование. Его ежедневные лаги, его ежедневное подвисание, его ежедневная некорректная работа датчика приближения, когда смартфон работает сам себе. Дисплей загорается сам себе, сам себе гаснет. Точно так же и при общении в Телеграме, когда вы общаетесь либо голосовыми, либо видеосообщениями. И также он отвратительно работает, что касается разблокировки. Поэтому я бы себе однозначно купила Poco. Ну а на этом все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно пишите ваши комментарии. Это помогает продвижению моих роликов. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!